Типичные реакции основных и кислотных оксидов. Рассматривая химические свойства оксидов, необходимо вспомнить из предыдущего занятия определение основных и кислотных оксидов, так как их химические свойства различны. Основные оксиды – оксиды металлов, которым соответствуют основания. В основном основные оксиды содержат в своем составе металлы в степени окисления плюс 1 и плюс 2 и являются твердыми веществами. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами, кислотными оксидами и водой. Рассмотрим каждый тип реакции более подробно. Первый тип – взаимодействие основного оксида и кислоты. Этот тип реакции относится к реакциям обмена. В результате взаимодействия образуется соль и вода. Проведем следующий опыт. В пробирку с небольшим количеством оксида меди черного цвета прильем прозрачную серную кислоту. Для ускорения реакции подогреем пробирку. Черный порошок растворяется с образованием раствора сульфата меди голубого цвета. Запишем молекулярное и сокращенное ионное уравнение проведенной химической реакции. Купрум О плюс H2SO4 равно Купрум СО4 плюс H2O. Купрум О плюс 2H плюс равно Купрум 2 плюс плюс H2O. Второй тип – взаимодействие основного оксида и кислотного оксида. Тип реакций – реакции соединения, в результате которых образуется соль. При этом типе реакции на твердые основные оксиды воздействуют газообразными кислотными оксидами. Проведение реакции возможно только с использованием специальной установки и не проводится в условиях школы. Например, при воздействии на порошок оксида меди газа оксида серы образуется соль сульфид меди. Приведем уравнение химической реакции образования этой соли. Купрум О плюс СО2 равно Купрум СО3. Третий тип – взаимодействие основного оксида и воды. В результате этих реакций соединения образуется щелочь. Эта реакция протекает только в случае образования растворимого основания. Проводим следующий опыт. Насыпаем в пробирку небольшое количество оксида бария. Добавляем воды. Происходит разогревание пробирки, что указывает на протекание реакции. Добавляем несколько капель индикатора лакмуса. Раствор окрашивается в синий цвет, значит образовавшееся вещество – щелочь. Записываем уравнение проведенной реакции. Барий О плюс H2O равно барий ОН дважды. В результате реакции получаем гидроксид бария. Мы рассмотрели химические свойства основных оксидов, а теперь рассмотрим основные химические свойства кислотных оксидов. Из предыдущего занятия давайте вспомним определение кислотных оксидов. Кислотные оксиды – это такие оксиды, которым соответствуют кислоты. Кислотным оксидом относят все оксиды неметаллов, а также оксиды металлов с большими степенями окисления. Приведем примеры обоих видов оксидов и кислоты, которые им соответствуют. Кислотные оксиды, состоящие из атомов неметаллов и кислорода. Оксиду серы, СО2, соответствуют сернистая кислота, H2SO3. Оксиду фосфора, P2O5, соответствует фосфорная кислота, H3PO4. Оксиду углерода, CO2, соответствуют угольная кислота, H2SO3. Кислотные оксиды, состоящие из атомов металла и кислорода. Оксиду хрома, хром-О3, соответствует хромовая кислота, H2-хром-О4, и ди-хромовая кислота, H2-хром-2-О7. Оксиду марганца, марганец-2-О7, соответствует марганцевая кислота, H-марганец-О4. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями, основными оксидами и водой. Рассмотрим более подробно типы реакций, свойственные этим оксидам. Тип 1. Взаимодействие кислотного оксида и основания. В результате этой реакции образуется соль и вода. Реакции относятся к реакциям обмена. Проведем следующий опыт. Нальем в колбу щелочь гидроксид калия. Добавим несколько капель индикатора фенолфталиина. Раствор окрасится в малиновый цвет. Пропускаем через раствор пары оксида фосфора. Происходит обесцвечивание раствора. Запишем уравнение проведенной реакции. P2O5 плюс 6 калий OH равно 2 калий 3 PO4 плюс 3 H2O. В результате реакции получаем соль фосфат калия и воду. Тип 2. Взаимодействие кислотного оксида и основного оксида. Тип реакции, реакция в результате которой образуется соль. Относится к реакциям соединения. Проведем следующий опыт. В пробирку с порошком оксида магния добавляем жидкий оксид серы. Порошок растворяется, образуя бесцветный раствор. Запишем уравнение проведенной реакции. Магний О плюс SO3 равно магний SO4. В результате реакции получается соль сульфат магния. Тип 3. Взаимодействие кислотного оксида и воды. Тип реакции, реакция в результате которой образуется кислота. Тип 2. Свойственная эта реакция только оксидом, растворимым в воде. Относится к реакциям соединения. Проведем следующий опыт. Сожжем в банке, на дне которой имеется немного воды, серу. Образуется газ, оксид серы. Некоторая часть газа растворяется в воде. Добавим раствор индикатора лакмуса. Раствор окрасится в красный цвет, что указывает на присутствие кислоты. Запишем уравнение проведенных реакций. С плюс О2 равно SO2. SO2 плюс H2O равно H2SO3. В результате проведенной реакции образовалась сернистая кислота. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами, кислотными оксидами и водой. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями, основными оксидами и водой.